Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу «Читай на вечной книге». Говорим о вечном, о том, как читать эту книгу, Библию, Тору, что это, в принципе, речь идет о нас. Как всегда, в студии с нами доктор Николай Лайтман. Здравствуйте! Мы сегодня начинаем главу, которая называется «И послал». И она начинается с того, что Яков так боится Исаафа, как никого никогда не боялся. Конечно. Почему? Ну, представь себе человека, перед которым есть прекрасное, возвышенное продолжение жизни, вечная, совершенная гармония раскрытия Творца, раскрытия вообще высшего мира. Это если он соединяется с Яковом в себе. Да, да, да. Это то, что Яков видит перед собой одну перспективу. И вторую перспективу, если он погружается в свой эгоизм, который называется Исааф, и в нем проводят всю вот эту ничтожную жизнь, этот эгоизм им командует, он напрочь забывает о всем другом и занимается только вот этой бесполезной погоней за… Земным. Да, за земными якобы наслаждениями, от которых только входит в еще большую депрессию. Исааф тут неминуемо приближается, идет такое приближение, опасность, нагнетание. Да, и постоянно, постоянно человек, который именно видит впереди такую изумительную перспективу, с одной стороны, с другой стороны, он видит, как его постепенно охватывает этот эгоизм, и вот тащит его вниз, в эту темную бездну, и там он будет в постоянной депрессии, в постоянном вынужденном вот таком вот как-то себя, ну, спасать только лишь из нее, заниматься чем угодно, чтобы забить себе голову и не чувствовать, и не думать о пустоте, о никчемности. Это когда человек ощутил, что такое быть с Яковом, да? Ну, конечно. У него есть такое ощущение впереди меня. Уже находятся один против другого, в нем эти две возможности. Раскрытие Якова уже есть в человеке, да? И тогда он боится Исаафа. А вот так пишет, знаете, я заглянул в Медраж, в Усную Тору, она пишет, так интересно. Яков посылает посланников к Исаафу, а они говорят ему, как ты можешь посылать нас на встречу с Исаавом, удивились послы. Мы боимся даже на глаза ему показаться, а ты от нас требуешь, чтобы мы пошли к нему и стали вести с ним переговоры. Не бойтесь, успокоил их Яков, я попрошу ангелов, которые встретили нас при входе в Ирац-Исраэль, идти впереди и защищать вас. А вот что написано в письменной Торе. Так скажите господину моему Исааву, так сказал раб твой Яков, у лавана жил я и задержался до ныне. И достались мне валы и ослы, овцы и рабы и рабыни, и вот посылаю я сообщить господину моему, чтобы найти милость в глазах твоих. И возвратились вестники к Якову, говоря, пришли мы к брату твоему, к Исааву, но он так же идет тебе навстречу, а с ним 400 человек. Да, то есть все равно, несмотря на то, что Яков думал каким-то образом задержать, с одной стороны он понимает, что развитие возможно только благодаря какой-то связи с Исаавом. Потому что Исаав – это весь наш эгоизм, это весь наш материал, это вся энергия огромная, это все, с чем можно подниматься к Творцу. То есть обойти его Яков не может? Нет, обойти никак нельзя, ты должен постепенно выбирать от него определенные порции, конкретные его эгоизма, в той мере, в которой ты можешь их преобразовывать в альтрустические какие-то действия. Потому что без эгоизма работать нельзя. То есть часть Исаава должна все время превращаться в Якова, да? Да, Яков, вбирая в себя желания Исаава и адаптируя их в себе, превращается в Исраиль. В Исраиль, да. Так вот, поэтому обойти это никак нельзя. Но каким образом можно найти с ним конкретные какие-то возможности взаимодействовать? Потому что эгоизм этот желает нас поглотить абсолютно полностью. С одной стороны. С другой стороны, он создан, управляется Творцом. То есть специально нас пугает, специально нас запутывает, специально нас обводит так вот вокруг пальца и так далее, для того, чтобы мы стали еще хитрее, для того, чтобы мы стали еще мудрее, для того, чтобы мы поняли его систему. И обманули эгоизм. Обмануть, что значит обмануть? Подкупили. Здесь он говорит, я тебе слов дам. Да, то есть каким образом можно нам со своим эгоизмом так сделать, чтобы бросить ему какую-то подачку. Кость. И чтобы он пока успокоился, а вместе с этим им управлять потихоньку, понемногу. Так, как мы делаем с животными, приручая их, с любыми дикими даже животными, с дикой природой. Все-таки мы каким-то образом в любом нашем действии, мы вынуждены тратить энергию и что-то отдавать, и взамен этого получать. Так же, как и есть в любом плоде, в любом изделии, есть вещи абсолютно ненужные, где мы тратим энергию, где мы проигрываем как бы. Но благодаря этому есть какой-то выигрыш. Коэффициент полезного действия. А иначе никак не сделаешь. То есть вот это вот и определяется той пользой, которую можно извлечь, применяя материал для себя. 4 процента, 10, 20, 90 процентов, неважно где и как. Но все равно мы должны тратить какую-то энергию и отдавать именно на то, что мы работаем с материалом, с эгоизмом. Если не с эгоизмом, тогда ты поднимаешься на уровень как в сверхпроводниках. Когда ты замораживаешь этот эгоизм, приподнимаешься над них, и у тебя получается сверхпроводимость, ничего тебя не задерживает, и там уже совсем другие законы. Так почему не заморозить его? Я особенно не понимаю о сверхпроводниках. У меня техническое образование, но я вот забыл. Вот вы сейчас сказали, с одной стороны, вы говорите, надо перерабатывать эгоизм. Сверхпроводники – это такое состояние материи, когда она не сопротивляется прохождению через нее электрического тока. Допустим. Да. То есть она не сопротивляется этой работе, которую ты хочешь с ней сделать. Так почему нельзя заморозить и сафа, и оп? Нет, невозможно. Невозможно, потому что ты не можешь работать с этим. Ты должен использовать эгоизм. Ты должен использовать его сопротивление для того, чтобы использовать его верно только, наоборот. Можно привести пример просто с людьми. Если человек с огромными желаниями, жестокий, варвар, он многого чего хочет в жизни, он хочет все завоевать, все узнать, все познать, все-все-все-все. Преализуй его во что-то хорошее, так ты получишь огромную пользу. А если у него никакого эгоизма маленький, вот над ним плывет, как в сверхпроводнике, нет сопротивления, то и, конечно, маленький прыжок. Поэтому каждый, кто хочет быть выше, у него эгоизм должен быть больше. Поэтому Яков, после того, как был у Лавана, после того, как у него есть уже жены, дети, огромный скот, для того, чтобы дальше ему расти, ему необходим и саф. И саф вообще очень крутой. И саф в свое время убил Немрода, царя эгоизма, который еще был при Нохе, при Аврааме. Немрод – это Вавилонский царь, это вся Вавилонская гора. Он его убил на охоте, написано. То есть он взял его... Это дальнейшее развитие эгоизма, это из Немрода вышел Исав. Вот смотрите, происходит, Яков вообще обращается к Творцу, и вот молитва его. «Ой, избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, как бы ни нагрянул он и не поразил у меня мать с детьми». Вот чего он боится. Он боится... Последствий, потому что он должен дальше развиваться. Чтобы следующие ступени он подрезал. Мать с детьми имеется в виду, что его ануква, через которую он рожает следующую ступень свою, и развивает таким образом себя человек, конечно, он хочет получить только дополнительный какой-то довесок для того, чтобы дальше развиваться. А здесь предстает перед ним такой циклоп, отрезать от него маленький кусочек для того, чтобы подняться еще немножко, еще, еще только порционно. Мы можем двигаться к цели, потому что она противоположна нашим свойствам, и в свойствах получать эгоистических свойствах, а цель она альтруистическая. Постепенно только к ней можно последовательно приближаться, пошагово. И поэтому, когда возникает такая огромная гора эгоистическая перед человеком, он видит, что это такое. Это просто его настолько пугает, он не в состоянии. Обращаться к Творцу – это хорошо, но до этого тоже надо дойти. Сначала это просто страх. Он не обращается к Творцу, он просто пугается, он не знает, что делать. А потом, после этого проходит какое-то время, осознание, определение, внутренний анализ, и тогда только уже появляется вот это движение к Творцу, что если я обращусь, если я попробую, если я обзаведусь такими силами, то я могу идти на встречу. Еще одно доказательство, что все начинается со страха. Конечно. Все начинается со страха. Если я нахожусь против эгоизма, лично я, а Творец стоит сбоку и специально мне это подстраивает, как в Муше маленький против огромного фараона, и всегда так, то, конечно, самое первое ощущение – это страх. Но это страх ведь не просто физически, это страх, что я не смогу выполнить этого предназначения. Я тут прочитал еще опять в Устной Торе, там очень написано, интересно, не знаю, мы будем это объяснять или нет, но я прочитаю. Перед встречей с Исавом Яков спрятал свою дочь Дину в сундук, поскольку боялся, что она понравится Исаву, и тот потребует ее себе в жены. Ну, Дина-то точно могла понравиться Исаву, потому что она ближе всего к нему. Дина – это слово «дин» – суд. Закон. Да, жесткий. А, да, точно. И поэтому, естественно, что она ближе всего к нему, ему бы она точно подошла бы. То есть первый, кого он увидел, он бы увидел Дину? Только ее. Все остальные для него были бы… Это так и мы не… Мы не видим хороших альтруистических действий, они нас не интересуют от нашей природы. Мы желаем приобрести что-то, на чем мы можем выиграть. Вот. Исав – это наш эгоизм. Он бы сразу бы увидел Дину, она бы ему показалась красивой. А вот все остальные красивыми бы не показались. Ну, смотрите, что дальше написано в «Устной Торе». Но Творец решил, раз ты не хотел совершить доброе дело и отдать Дину в жены своему обрезанному брату, клянусь тебе, ее возьмет необрезанная, да еще без брачного обряда. Она обладала таким духовным величием, что, кажется, рядом с Исавом он мог бы исправиться. Это все верно, потому что это еще не этот момент, когда это могло бы случиться. То есть эти две силы, категории в человеке, Исав и Дина, они, конечно, друг против друга находятся, но их оба надо исправлять. Дина тоже не исправлена. Хотя она и дочь Якова, она нуждается еще в исправлениях, и только в конце постепенно, постепенно, во многих женских образах, так сказать, проявится и исправится. Пойдем дальше. И, конечно, ее судьба, далее она... Да, трагично, как бы, в человеческом понимании. Дальше происходит следующее. Поскольку он боится Исава, якобы начинает делить свой отряд на несколько частей, и, как бы говоря, если даже он победит одних, другие уйдут. И так далее. И тут происходит странное таинственное событие. То есть в результате он остается один. Остается один, и вот что происходит дальше. И остался Яков один, и боролся человек с ним для восхода зари. Но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра его, и вывихнулся сустав бедра Якова в борьбе его с ним. И сказал тот, отпусти меня, ибо взошла заря. Но он сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал ему тот, как имя твое. И сказал он, Яков. И сказал тот, не Яков должно быть впредь имя твое, а Исраэль. Ибо ты состязался с ангелом, и с людьми, и одолел. И спросил Яков, сказав, скажи мне имя твое. И сказал тот, зачем спрашиваешь о моем имени? И благословил он его там, и нарек Яков имя место тому, к ней Эль. Ибо ангела видел я лицом к лицу и остался в живых. Так кого же он все-таки увидел? С кем он боролся? Пане – это лицо. Лицо Эль. Творца. То есть он боролся с Творцом, получается? Вот поэтому-то он не мог ему сказать, кто и что. Конечно. Это была борьба с Творцом? Это была борьба практически с Творцом, конечно. Потому что Творец поддерживает эгоизм. Он его держит в напряжении. Он его держит в такой силе, что нам надо затрачивать такие огромные усилия, выяснения, анализы, проблемы проходить. Потому что иначе мы не поймем Творца. Да. Творец создал свой противоположный образ для того, чтобы, находясь против него, мы постепенно узнавали его самого. Из противоположного. Понятно. Закон отрицания – отрицание. Как антиматерия, как все вот эти вот противоположности нашего мира относительно духовного. Так же и Творца мы постигаем из его противоположного. Из Исафа, из Фараона, и Белам, Балак, и так далее, Аман. В общем, весь набор этих отрицательных образов. Да. Это все Творец, который облачается каждый раз в другие вот такие образы. И таким образом мы его постепенно познаем. Так вот, Яков борется с этой противоположностью Творцу. И желает победить, то есть сделать из нее именно подобие. И он это одолевает для своей ступени, он одолевает этот образ, эту силу. Но тут надо, конечно, объяснить. Поэтому он получает имя Исраэль. Поэтому он получает имя Исраэль. То есть он начинает приближаться к состоянию, когда действительно из маленького состояния Катнут, так называемого, он переходит в состояние Гадлут. Когда он уже начинает овладевать системой из трех линий. То есть у него в руках появляется правая линия, своя, идущая от Авраама, левая линия, идущая от Ицхака, от его отца. И он становится уже третьей линией, могучей, властной, владеющей всем этим состоянием, называемым Яков и Исраэль. То есть малое состояние Яков и большой Исраэль. То есть, как говорится, что именно у его потомков будет возможность увидеть этот эгоизм самый большой, да? И его потомки именно вот этот эгоизм, они смогут начать правильно преобразовывать. То есть, да, они уже будут в состоянии идти с помощью этих трех линий. Две силы получают свыше, отрицательную силу эгоистическую, положительную силу альтруистическую. И сами делают из них такое состояние каждый раз, которое возводит эгоизм на его ступень, нормальную, а альтруизм правую линию еще выше. И вот так вот постоянно в правильном сочетании правой и левой линии, чтобы всегда альтруистические намерения работали над эгоизмом и использовали его на отдачу, так и поднимаются. То есть, человек, так скажем, приобретший эту среднюю линию, ему не страшно ничего, он может увидеть самое свое эгоистическое состояние. Он видит самое страшное эгоистическое состояние, но относительно них, против них, с правой стороны, всегда у него силы с ними правильно совладеть. То есть, он всегда, как бы, находится в связи с Творцом постоянной. Да, да. Даже в самых жутких состояниях. И они жуткие для него, эти состояния тоже. Ну, посмотри, открой Псалмы Давида, как он пишет. Он кричит к Варцу. Ну, жуткий-жуткий, но все равно вот это ощущение, что вот-вот свет. Да. Но есть кому кричать, есть связь. Есть кому кричать. И это уже практически... И это вот это вот все падения каббалистов, которые существовали во все времена... Ужасные падения. Ужасные падения. Но главное, что вот эта связь остается. Вот обрывается, обрывается, обрывается канат, и остается ниточка, и вот на самом конце все-таки ты ее держишь. Даже если я не могу сложить слова, как у большого друга, я не могу... Это не важно. Вот, вот, ну, она есть. Значит, получается, что, ну, так скажем, каббалист не может покончить жизнь самоубийством, так скажем. Нет. Не может. Он должен этот путь исправления пройти от начала до конца, и для него это счастье. Нет, это я не представляю себе такого состояния. То есть даже обрываются наши связи с Творцом, но на мгновение для того, чтобы подняться на следующую ступень, должен быть разрыв между ступенями. Потому что совершенно новый 10 сферот, совершенно новая конструкция. Но когда она обрывается, она обрывается свыше, не человеком, и поэтому восстанавливается. То есть понимание это в самом страшном обрыве, в самом страшном падении, понимание это существует, что сейчас будет следующий шаг. Человек чувствует, что он снижается и входит в падение, и постоянно он работает, работает в этом падении. От него это не зависит, он продолжает свое дело. Вот как машина едет, горки там, ухабчики там всякие, все, не важно. Она, вот, надо двигаться. Известно, что она должна доехать до Иерусалима. Конечно. А скажите, пожалуйста, вот ваш совет постоянный, вот эти падения, подъемы, вы все время говорите, увеличить их частоту. Все время как бы... Ну, ускорить, если ты можешь ускорить, конечно, продвижение, то, значит, ты сглаживаешь дорогу, кстати говоря, этим. Обычно мы едем медленно по ухабистой дороге, потому что иначе нас бы затрясло. Да. Но если мы можем своим экраном не чувствовать подъемы и падения, а для нас подъемы и падения будут как совершенно одинаковые, то мы практически их сглаживаем, делаем из них практически прямую. То есть намного меньше. То есть, что я хочу сказать. В той мере, в которой человек воспринимает падения как подъемы, в той мере он может увеличить скорость. Иначе скорость не увеличишь. То есть машина сама твоя, она может выдержать, допустим, 10 ухабов в час. Так вот, если ты эти ухабы сгладишь, тогда ты таким образом сможешь продвигаться со скоростью больше. То есть когда ты падения как подъемы. Ты не будешь маленькие замечать там, допустим. У вас был когда-то хороший пример, кстати, о глиссере. Когда ты ставишь моторчик, глиссер начинает, по воде он идет, и все вот эти волны, это совершенно не волнует, не интересует. Глиссер катит, летит. И взошло перед ним солнце, когда он проходил пнуэль, а он хромает на бедро свое. Поэтому сыны Израиля до настоящего дня не едят седалищнего нерва, который у сустава бедра. Потому что поразил тот седалищный нерв Якова. То есть борьба с этим ангелом, допустим, скажем так. То есть Яков не может работать полностью со всеми желаниями. Не может. Вот эти вот нижние конечности как бы духовного строения. А эти седалищные нервы, это как раз низ. Да. Они не могут быть им использованы. Он хромает. Да, да, да. Он не в состоянии их использовать, потому что нет у него столько сил. Только в конце исправления, когда он исправит все, кроме вот этих вот нижних конечностей в их правильном нормальном виде, наи так называемых, или ахаб, то тогда произойдет их полнейшее исправление. А до этого состояния нет. То есть он не может использовать эту нижнюю свою часть? Нет. Исав увидел, вот Исав приходит с ним 400 человек, и расставил он детей при Лее, и при Рахеле, и при двух рабынях, и поставил рабынь и детей их впереди, Лею детей ее позади, Рахель же с Йосефом последними. А вот что написано в устной толе. В это время жены и дети Якова подошли поближе, чтобы поклониться Исаву. Исав увидел всех, кроме Рахели, ибо Йосеф встал перед ней во весь рост, чтобы Исав ее не увидел. Кто знает, что на уме у этого нечестивца, подумал Йосеф, я не дам ему смотреть на мать и не хочу, чтобы она его видела. Она беременна, и не дай бог, от этого неожиданного испуга у нее будут какие-нибудь неприятности. Так написано в устной толе. Почему да? Почему? Почему закрывает? Во-первых, Йосеф – это не Яков. Йосеф – это следующая ступень, которая находится именно между Яковом и Исавом. Самая крутая ступень. Да, потому что это самая низшая ступень, самая сильная ступень, которая перед Исавом, которая действительно может против Исава идти. И мы видим, что он потом выходит против фараона и так далее. Поэтому он заслоняет мать. Мать беременна. Бениамином. Его младшим братом. Которого он потом попросит, чтобы он остался в Египте. В Египте, да. То есть все это, конечно, можно развернуть. Это вообще сценарий потрясающий. Дело в том, что, так вот, Йосеф понимает, что ему предстоит в дальнейшем это свойство, понимает в человеке. Человек ощущает, что именно с этим свойством он должен будет работать с Исавом в дальнейшем. Когда Исав уже тоже возвысится, переродится, то есть обретет еще большую эгоистическую толщину и станет фараоном. Фараоном. Да. Так оно идет постепенно. Все эти герои, это практически... Вот эти линии идут так, по линиям. А это всего лишь две линии. Эгоизм наш в различных ипостасях его и эльтруизм. Немрот, Исав, фараон, это все одна цепочка. Да, 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 это все одна цепочка. А здесь Абрам, Исак, Яков как бы тоже. Да, и туда, да. Яков, он не с этой стороны. Яков уже посреди. Посреди. А Йосеф еще более посреди. Он уже и связывает эту линию одну и с другой. Йосеф от слова «собирающий», да? Да, да, от слова «собирающий». И он поэтому и начинает соединять правую и левую линию. Вот тут и получается, что он даже с фараоном работает, с эгоизмом работает правильно. Так что в эгоизме происходит накопление. То есть, в принципе, он производит духовную работу, человек, но пока еще в эгоизме происходит от этого накопление. То есть эгоизм радуется этой духовной работе. Понимаешь, какой период очень интересный. Интересный. Обратный процесс. Борьба в восстании. Да. Вообще красиво. А Яков, когда он не сходит в Египет за Йосефом, он благословляет фараона. То есть тут происходит так, как он в качестве Исавы, он боялся эгоизма. А когда Йосеф принимает на себя эту работу и соединяет уже все, именно Йосеф от слова «связывать» эти две линии, тогда Яков уже сам тоже может примкнуть к этому и благословить. Вот интересно здесь, что не Яков как бы закрывает жену свою, а Йосеф именно закрывает мать свою. Да, да. Потому что это следующая ступень. Это уже все. Уже переходит в следующую преобразование. Потому что Яков уже назван Исраэлем, да? Да. То уже появляется Йосеф. Вообще, я вам скажу, как сценарист, что это просто вообще потрясающе. Все так завязано, так круто идет. Да, но это видно, ты понимаешь. Сценарий написан очень так туманно. Не, не. Ну почему? То есть указываются действия действующих лиц, но смысл их не указывается. Да, противоречия существуют. Ты как бы думал, что порядочный человек никого там как бы первородство не купит. Здесь происходит обратно. Тут очень, ну, сценарий потрясающий. К сожалению, мы подошли к концу нашей передачи. К огромному сожалению. Ну, мы продолжим. Дорогие телезрители, заканчивается наша передача, но она не заканчивается. Мы еще продолжим. Впереди еще очень много глав, очень много работы. Поэтому оставайтесь с нами, будьте с нами в следующих передачах. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok